ПЕСНЯ 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 Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвен причистен Матери всех святых, благослови, Господи, это занятие. Дары нам, Господи, разумения и мудрости, познать, что это было во спасение душ наших. Тебе слава за все, Отцу, Сыну и Святого Духа. Аминь. ПЕСНЯ Сегодня 14 сентября, 2014 года, Раскресенье. У нас занятие потеряется. Называется «Образы». Запишите. Тема будет совершенно необычная. «Образы» и «Образцы» от обратного. «Образы» и «Образцы» для от обратного. Не совсем понятное название, но дальше я разъясню. Эта тема у меня во вторник уже была начата. Я как-то сразу на нее напал. И всю неделю добавки, добавки идут. Помолюсь утром. Опять новое напишу. Это припоминать приходилось и в Библии. Как-то в одном из выступлений я сказал, когда я вел занятия в университете техническом, у нас всегда начиналось пение «Царю Небесной». И я начинал одно время, стал объяснять эту молитву. И потом я подвел итог. Получилось, что примерно по 20 минут двухчасовые занятия я провел 60 уроков, объясняя одну молитву. Но это я взял по минимуму. На самом деле было больше. Около 80. 60 бесед. На одну молитву объяснить «Царю Небесную Утешителю». И никаких повторов не было. И сейчас вдруг узнали в интернете и просят меня, нельзя ли теперь все это найти или повторить вот так, чтобы люди засняли где-то. Потому что сегодня человек привык видеть аудио. То есть только слушать по радио не так воспринимается. А когда явно показано, движется фигура, бывает иногда жестикуляция, движение, они тоже что-то добавляют. Об этом я попрошу помолиться, потому что это не игровой эффект. Сколько это при Савти 60 разделить на это? Ну получается 20. 20 часов непрерывно объяснять одну молитву. Вообще невероятно, говорят. Притом я нигде не списывал это. Просто объяснял на основании Святой Библии. «Господь Бог сотворил с человека по образу и подобию своему». Это все знают, с кем ни заговорили. «Бытие» 1 глава 26 стих. Записывайте все. Дайте бумагу записывать. «Даже один листик ваш потом может сгодиться для восстановления, если основное будет потеряно». «Бытие» 1 глава 26 стих. «И сказал Бог, что сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами из морскими, и над птицами небесными, и над скотом. И над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Слово «нашему» с большой буквы. Когда мы спрашиваем людей, которые не признают Святую Троицу, ну, это об ангелах говорится. Нигде в объединительном плане Бог с ангелами себя не показывает. «Я» в одном числе, а «нашему» мы с большой буквы. Это Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Что такое образ и подобие? Считается, принято так, образ сохраняется у человека в любом случае. Будь то Чикатило, будь то Шульженко, убийца серийный, он сохраняет образ, вид. Образ сотворенный, в нем заложена была совесть. А подобие мы потеряли, и к подобию надо все время стремиться теперь, всю жизнь работать, чтобы быть подобным Богу. Это мы увидим. Образ. Ни у кого нос на затылке не бывает, уши не бывает на макушке. Ну, человек сотворил паук. За что у Бога образ есть? Бог себя таким показывает. Притом показывает, ну, не один раз. Мы сейчас увидим, где в Священном Писании об этом говорится. Вот слово «образ», вот, подражает, встречается в Библии пятьдесят шесть раз. Вы цифры записывайте, вам никогда их не найти. Хотя, в общем, слово «образ», в составных словах, встречается сто восемьдесят семь раз. Сто восемьдесят семь. То есть, это огромный материал. Что такое образ? Как его сохранить неповрежденным? Так, открывай вторая маковейская, четыре шестнадцать. Вот сюда нажимай. Это вот, 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 в эту ножни. Так, все. Вторая маковейская, гони вот эту книзу, вот эту. Книзу к самому. Вот сам, не каноническая книзу. Вот она, вторая маковейская книзу. А дальше теперь такая. Все. Вторая маковейская, четыре шестнадцать. Четыре. Вот она, четверка. Четыре. Теперь только гони вот эту к ней на него и пошел. Слушайте внимательно. За это постило их тяжкое посещение. И тем самым, которым они соревновали в образе жизни и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями. Это было в тридцать седьмом году и всегда. Кому старались подражать, которые в революции вступили, они стали главными мучителями. Я нашел этот стих, где дается ответ. Вы хотели так же жить? Бога не надо. Родители почитать не надо. Получайте по полной программе. Вы хотели... Я вам даю, Господь говорит. Вместо царя будет усатый гуталинщик, лысая бестия. И всю Россию вместе с царем потянут на Голгофу. Вы им подражали, французам хотели. Серафим Царовский говорит, вот на вас и прошла эта чума теперь. Наполеон пришел на Россию. Тогда подражали им. Везде дворяне, французский язык, французская литература, билетристика. Пожалуйста, француз пришел, теперь берите его в друзья себе. Воспитатели. Марка 16, 12. Мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе. Образ у Христа был такой же, он подобный всем человекам был, Христос. Но что интересно, что его, Христа, даже сектанты не изображают бритым. Это образ. И тот, кто бреется, подстригает, он искажает образ Божий. Нам подражать-то надо кому? Христу или кому? Безбожьему Ленину. Кому подражать? Хрущеву? Считай внимательно. Марка 16, 12. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. В ином образе, то есть образ другой. Другое лицо, другие черты. Но лицо было то же самое, человеческое лицо. И они его не узнали. В ином образе. Как сейчас показывают, ну вроде там Гайдай такой. Не понимает Гайдай, что за фамилия. Я говорю Гайдай. Гай это все нации и дай. Гай это нации другие. А дай, дай, еврею отдай. Его фамилия сама говорит. Почему? Цари земли принесут дары евреям. Это написано. И не надо сопротивляться. Бесполезно. Это исполнится. Его фамилия такая. Вот он ставит, как совещается, в смешном виде. Русские с американцами. Беседуют по телефону Горбачев. Голов Горбачева. И говорят. И вдруг разговор такой пошел ругательный. Кто такой? Мафиози подключились к центральной линии между государствами. И знает русская мафия. И главаря не могут никак найти. И знает, как звать артист его. А почему? Он говорит, в разных образах. Показывает образ Гитлера. Он как Гитлер является. Показывает, как Хрущев. И берет тапок, ботинок так же колотит. И все делает так же. Сталин заходит. Он перед людьми является в другом образе. Артист. Его не могут никак вычислить и ликвидировать. И советские тогда послали туда. И теперь пытаются его. Но это в виде комедии поставлено. Но на самом деле так. Люди принимают разные образы. Не узнаешь. Никак. Так могут себя загримировать. Такой голос поставить. Он как Джейн Эрта. Показано. Так, я просил одного человека сегодня. Совершенно глаза не закрывать и не спать. Твоя задача не допустить этого. Задача прям. Прямая задача. Она обещала сегодня. Считаем дальше. Деяние 14.11. Люди представляли Бога. В образе человека. Не в образе быка. 14.11. Боги сошли к нам. Павла увидели. И они изобразили бы Павла. Если бы он не воспротивился с бородой. Все как положено. с бородой и без бороды. Это там, где уже совсем. Дальше. Римлянам 6.17. Мы сначала найдем образ. А потом образец для подражания. Римлянам 6.17. Шестерка и 17. Искать очень быстро, легко. 6.17. Дальше. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Есть образ учения. Христианский. Вот образ учения у православных какой? Я настоящий православный. Я говорю, а как тебя узнать православную? Ну, как все православные, так и я живу. Вот недавно у меня знакомого очень хороший. Много мне помогал. Поехал с конвоем на Украину. Его застрелили там. Русаков Константин Владимирович. Он у меня, для слова Божьей, не в искусственной книге. Я два раза о нем упоминаю. Он очень грамотный был. Очень. Очень. Его убили. Убили. Молиться за него не молиться. Крещеный был. Но это настоящий православный. Пил, курил, женился несколько раз и прочее. Ненавидел коммунистов. Но это был настоящий православный. Брился, пил, курил. Все. Как все. И как ты скажешь, что неверующий-то был? Ясное дело, что его и отпевают. И я помолился тоже, Господи, вспомни его добрые дела. Если еще можно сделать для него. А нет. Прости меня за эту молитву. Римлянам 8, 29. Образ учения, которому мы предали себя. Образ создается. Какой? Образ Христа нашим учением. И мы должны подражать. Господи, дай нам познать Тебя, какой Ты был. Чтобы во всем Тебе подражать. Вот разговариваем, какая-то неурядица. А Тебе угодно это, Господи, или нет? Или мы подражаем только внешним? Внешне это храм, с которым мы живем. В храме. А внутреннего мы не видим. Мы привыкли. Это женщина. Это храм. Душа человеческая. Вот что в нем главное. Это храм. Вот она старенькая, согнулась. А душа в ней как юноша молодая. Как будто бы 17 лет ей. А другой уже 17 лет скачужился. У него уже все к прошлому. Он ничего не имеет. И уже сошел с рельсов. В 18-9. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Бог так предопределил, чтобы этим людям дать этот образ. Вот разговаривает. Мне показывает сейчас там батюшка один из Калининграда. Ведет беседу с так называемыми свидетелями Юговых. Когда правильно было бы их назвать лжесвидетелями под именем Югова. Это даже не христианская секта. И вот он и начинает им доказывать, где правда. Они сидят. Все это заснято. Все. Вот. А почему вы не воюете? А они объясняют. Мы христиане. А ты идешь. У тебя жену там повалили. Начинают на секту. Лишь бы не убить. Заступить тебя заступлюсь. Батюшка нет. Надо так-то так-то. Ну как православное. Затрелить, убить, повесить и прочее. Потому что главное, которое Берия, Сталин. Все это православные люди были. Все, которые эту бойню устроили. Сто тысяч сразу священнослужителей под нож пустили монахов. Это все православное делали. Каганович православный. Крещеный Гитлер был. Но образ, который дал нам Господь. Это не тот образ, о котором сейчас говорим. Это отрицательный образ. Его тоже надо знать, оказывается. И знать не меньше, чем святой образ. Он предопределил. Предопределил. И обижаться от сектантов. Я говорю, для того, чтобы было меньше сектантов, их меньше не будет. Пока ты вот сейчас стоишь и оратор слышишь. Их стало больше. А православных меньше. Все время православных меньше. А какие есть, а только название одно. Там ничего нету. Это обман. Там может священники-то, они православие не нюхали. Они его даже не знают. Он знает кадила. Он говорит, лишь бы кадила в руках ходила. Я даже попутно проходил, спрашивать буду сейчас священника. Скажи, что важнее, литургия или вечернее богослужение? Он не задумывается, скажет, конечно, литургия. Я тогда спрашиваю, а где демонов больше? На литургии или на вечернее-то? Он останавливается. А что, можно определить? Ну, по твоим действиям могу определить. Потому что на литургии ты один раз кадишь в святые изображения, а вечерние три раза. То есть они чаще наседают на иконы и выходят или что? Чего ты кадишь три раза, ты дымишь? Или ты нас обкуриваешь? Почему три раза ходишь вокруг с народом-то? Объясни. Ни один священник объяснить не может. Я говорю, ну тебя учили на это? Учили. Ну, ходить я согласен. Иконы согласен. Ну, почему три, а не тридцать три? Я скажу, армян восемнадцать раз должны ходить. И ты еще скажешь, скажешь, это неправильно. А почему три правильно? На литургии, я понимаю, один раз положено почину. Он почему три раза подряд должен ходить? Если причастие принимают, подали. Старообрядцы обязательно три раза должны подать. Как будто бы за один раз он не причастился. Почему три раза? Никогда. Никогда. Сына и святого духа. Сразу. Это можно объяснить, я говорю. Можно. Но у греков этого не было. И нету в православии больше нигде. Подали. Христос три раза не давал чашу. Попейте во имя Отца. Потом во имя Сына. Потом во имя Духа Святого. Что вы думаете-то? Так угодно, что угодно можно сказать. И хлеб подавал один раз, дал, вкусили. Все мое тело. Что вы думаете? Во имя Отца, Сына, Святого Духа. И крещение-то откуда взяли троекратное погружение? Оно было разовое. Тут и так понятно. Но у нас по уставу положено, мы делаем. Мы по уставу делаем. Но перед людьми защищать не будем. Скажем, у нас просто так принято. Это не по писанию. Ему даже четко сказать. Ну а во вред? Не во вред. Не во вред, но доказать мы этого не можем. Надо уметь попятиться вовремя. Тогда нас больше уважать будут. Это недоказуемо. Что в полное погружение это доказано. А что в три не доказано. Вообще доказать нельзя никак. Правила и все. А на чем оно основано, нигде пояснение не дается. Образ. Он предопределил по образу быть. Пред, заранее предопределил. Определил заранее, пока не родился. Ну Бог справедливый, любой скажет, да справедливый. Вот у тебя два внука. И они двойне родились. И ты один подходит, ты там бьешь его. Пошел отсюда колдун такой. А он едва ползает там. А другому на Васенька ешь. На Васенька, я тебя люблю. Так это такой же самый твой. Почему ты одного любишь другого? А Бог говорит, Якова я возлюбил. А я Исаова возненавиден, когда в утробе были. Не когда ползали, а в утробе. А кто скажет, что справедливо-то? Даже мать, если одного больше любит, а другого нет. И то, говорю, это же несправедливо. А оба одинаково поступают. Пятерки носят. Почему одного ты пинаешь, а другого гладишь? Даже медведица так в берлоге не делает-то. А теперь и спорит-то. Горшок скажет ли горшечнику не таким сделал? Даша Павел поясняет. То есть Бог предузнал. Ему не быть православным. Он не будет баптистом, будет только игористом. За что? За упрямство его. За склонность ко лжи он слушает, где ложь, он туда стремится. И поэтому, а нам Бог предопределил прежде рождения избрания. Я избрал вас, открыл вам истину. А ты не говоришь, я такой, я понимаю, а тот не хочет понимать. Он не предопределен. Он не избран. И успокойся. Ты теперь только молись. И благоди Господи. За что ты мне это открыл? Почему я это понимаю? А о нем только плачь. Не суди его. Не суди. У него другой сосуд. В доме бывают сосуды в чистом употреблении и поганые виду. Ну поганый ночной горшок тебе ночью требуется пять раз. А в кружках днем-то два раза только. И ты еще какой горшок-то больше любить будешь? Разбирайся немножко. Дальше. Филиппийцам 3.17. Слушайте внимательно. Как хорошо с помощником-то будет. У меня Лена была, Маша, теперь Вася. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу. Какой имеете в нас? Павел говорит, что подражайте мне. Смотрите, если я скажу, подражайте мне капсю. А кто ты такой, чтоб тебе подражать? Павел говорит, и тем, которые по нашему образу живут. А теперь и сравни, кто из нас правильно живет. Я могу сказать, подражайте мне в чем-то. Я не могу сказать, подражайте вот в этом, в этом, в этом. В распорядке дня, во сколько вставать. А ночной молитве там. Я тебе могу сказать, любить Слово Божие, беседовать, иметь много друзей. У меня друзей тысячи и тысячи со всего мира. Вот сейчас пока здесь и со всех сторон. Вышите книги, вышите, купить, конечно, купить. Ответьте на этот вопрос. А почему так? Я хожу в храм, а теперь меня возненавидели. Колдуньи считают. А я стал любить Бога. По Библии. А меня все колдуньи отвращаются от меня. И батюшка. Что мне делать? Я должен дать тебе утешение. Игорь, ты отвечаешь за одного человека. Непрерывно. Чтобы у тебя лох это работал. Внимание. Подражайте по образу. Вы этот образ. Образ не только внешний, но внутренний. Должны видеть в нас верующих. И ему подражайте. Чтобы дети могли сослаться. Сказать. Вот этот человек, это для нас образец. С кого писать образ? Образ. С кого писать? Биографию свою. Это еще Маяковский писал об этом. Мы все писали с Лениным. А когда разобрались, большего палача не было на свете. Большего изберга рода человеческого, земля не держала. Колостином 3.10. Образ этот, он иногда мы теряем. Подобие Божие. 3.10. И облегчить в нового, которое обновляется в познании образу создавшего его. По образу создавшего его. И мы в этот образ должны все время обновляться. Посмотреть на Христа. Господи, а ты так не поступал. Одна девушка говорит. Ну я до того люблю на дискотеку ходить. Тогда танцы назывались. Танцплощадка. В парке. Ну и спрашивают своего священнослужителя. Ну я не могу отстать. Он говорит. А я тебе и не запрещал никогда. А я думала, меня осудят все. Я недавно говорю. Да нет. Ходи. Ходи. Но только ты знаешь, что за все написано Бог приведет тебя на суд Божий. В Библии написано. Ходи по ведению очей. По желанию сердца. И когда пойдешь попроси. Ты же идешь когда. Просишь Господи. Прибудь снова со мной на работе там где. Ну а попроси, чтобы у нас с тобой на трансплощадке было. Т-т-т-т… Говори. Т-т-т. Воу. Т-т… не на казнь зову всего на картошку приехать тем более при престольный праздник глаза не зажмурять совсем не зажмурять и очень интересно обновляться по образу который дал нам господь это приходится постоянно и ежедневно сверять себя девушка молиться господи а как же я скажу поди со мной пошла молиться храм господи будь со мной чтобы я не дремала в храме чтобы я кланялась все как положено а тут я не могу сказать нет наверное со мной не пойдет но и все больше ни разу не пошла ты помолись чтобы с тобой был господь ты молодая тебе бог ответит и он положил ей на сердце куда пойдешь она говорит я пошла однажды вот так вот и гляжу особенно пара молодая выделяясь а прям льнут к друг другу я отошла и помолилась мимо шла площадке это остановилась гляжу говорит а сзади стоит высокий как дерево там метров восемь стою черный такой руками их надавлю друг на друга слепляет ягод как помолилась господи ужас то какой он захохотал а никто не видит музыка бьет саксофоны играют захохотался в дыме и поднялся вот и все кто это делает ни одной литургии нет без сатаны это прямо макаре а куда ты идешь на литургию а разве ты бываешь чтобы быть ни одной без меня не бывает поэтому и заснула и проще это от кого-то идет у нас так неделю работаем не угодно батюшка щаше благословляет и до земли не можем поклониться еще и такое вижу сегодня сижу половина а тут только вот так вот да выжил батюшка щаше да ты был поклонился до самого самого дары божьи в видимом в осуществленном виде только одно место на земле это литургия святая где священник выходит щаше тела христова которая ничем не отличается от того тела которое висело на голгофском кресте так как же ему не поклониться то какая у тебя болезнь на картошке целый день ползаешь себя ничего а здесь боишься поклониться другое в мире все отсутствует остается одно христос в натуральной величиной является здесь только больше нигде все остальное только в образах виде откровения 1315 да и дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя когда люди любят и ищут кому поклониться кому отдать себя рано или поздно придут зверю помню агитация была выбирали депутаты на старом базаре женщина одна вот сейчас у нас михаил сергеевич молодой речист это не то что те были тех уже как будто бы в отвал сдали а то вот настоящий но никто не знал что будет дальше мне одна встретилась преподаватель ходила на занятия вы пойдете голосовать я говорю да нет я не хожу у кого выбирать такого надо господь допустит до за бориса николаевича надо ли да что он голову на рельсы положит но выполнит обещание он гарант конституции не хожу я на какой же вы верующий то ну вот какой есть прости уже степанида проходит время лет наверно 10 больная сумасшедшая сделалась ничего не понимает в дурдоме попала пришла в сознание так а вы тогда говорили правильно я готова себе руки отрубить что я поднимала за него голоса вода он пенчушку то всю страну развалил вот и все не не отворачивай взор не обманывайте сами себе премудрость соломона 13 13 привыкшие спать они даже не понимают открытые глаза уже спит все равно слову сказать когда шофер за рулем и долго ехать главное глаза не закрывать это не это не означает что он не спит он с открытыми глазами спит и он сразу попадет куда надо есть одно очень хорошее лекарство как не спать этот ехать сторонку найти укромный уголок и заснуть в часа на два на три а потом поехать за сон подходит никуда твое молоко не денется сливки отвергив сторонку и поспи часа полтора клиенты не умрут сохрани жизнь самое лучшее лекарство а меня до блуда мучает но есть такие которые поднимают потенциал потенцию мужчина другой принижает а какое лекарство страх божий пост и молитва и все в тебя погаснет ты пост и молитва били и тебе уже горшок каши поставит а рядом твоя красавица скажи бери выбирай что тебе это не надо горшок каши надо потому что ты падаешь это невинный пруденции у лискова рассказ по подобию божию христос 40 дней постился всюду и везде борьба со сном борьба одна страх божий мы договорились стоять как только подходят сразу встань и кали себя начни борьбу я конкретному человеку говорю он даже не может понять что засыпает приму до 13 13 еще раз один же из обрезков ни к чему не годный дерево кривое и сучковатое взяв старательно округлил на досуге и с опытностью знаток знатока обделав его уподобил его образу человека это как делается идолы ни к чему не годно дерево вы бываете ходят и смотрят кривое дерево он уже мысленно воображает это вот так эта рука и вот она только маленько обделал кору содрал и готова фигурка продавать вот так вот делали делали это мы православные очень близки к этому стоим да знаете это относится к первообразу ничего подобного к иконе относятся празднование иконы явление иконы иконы нет первого образа мы обманываем сами себя мы о образ вот этот себе строим и от контехристу вплотную подходим счастье дается не иконе а образу я докажу что иконы это не идол и докажу в течение пяти минут но что поклоняться надо я даже говорить не буду нигде этого нету этого нету нигде нету но мы клоняйся но по у нас при этом православных мы кланяемся на защищать и никогда не буду и и нещем защищать ни одного места писания не то что необходимо поклоняться иконам нету и когда священники говорят есть они обманывают народ так и сказать это образ вот ничего может даже не годный бывает сделает и обделывает и и все и потом началось посчитание без это никуда этого икона с ней надо было облететь вокруг москвы гитлер не смог взять а если просто я помолюсь прямо перед образом по христу этого недостаточно а почему бы не сказать господи по делам наши мы получили ты читали иеремия где мы читаем там 15 6 давайте еще раз прочитаю найди все беды относятся к этому стиху к одному сегодня мало не покажется всем что нам господь скажет так 15 слушайте ты оставил меня говорит господь ты оставил меня не вы а ты конкретно оставил меня бог говорит большой буквы не иконы оставил меня живого бога который на небе потом отступил назад отступил назад а как узнать по святым заповедям поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя я на тебя руку простую я тебя ударю я тебя мозги вышиву люди говорят бог я простру руку означает наш любовь исты гитлер наполеон придут они уничтожат тебя я уничтожу тебя я поражу бог сказал еще ты скажешь почему я устал миловать я устал миловать бог не устает устал бог и все помилуй прости помилуй господи помилуй господи помилуй я устал миловать я милую опять то же самое делаете это бог сказал я нашли на вас варваров вы реки крови пройдут а мы будем молиться господи проклят ты удержит меч господи а руку бог простирает с мечом господи удали этот меч бог проклятый за это ты попяться только никакой майдан здесь на первом месте не стоит в майдане были люди в революции на площади смольны захватывали люди которые придали жизнь не богу вот бог говорит вот теперь вы пойдете под нож а теперь их там хоронят той другой стороны и вы знаете как я заранее говорил никаких отделений и донбасса не луганска дак они нас не признают это дешевле обходилось сегодня понятно гуманитарная катастрофа того другого нет зима все разбомблено половина города в руинах мне только смс сбрасывает помолитесь за донбасс из украины помолитесь за донбасс ну не будут они эти смс сбрасывать тому кто не ходит на занятия его никто не знает жена приходит а его нету благо обижены задним столом да благословит их господь сегодня мы обратимся вот к чему будьте внимательны бог говорит будьте святы потому что я свят вы слышали такое богу подражать надо я хочу сказать мы должны знать отрицательную сторону нашей жизни просто необходимо знать так открою первое коринфян 10 глава послушайте это призывает нас к этому дух святой 10 глава начнем по порядку слушайте внимательно не хочу отставить вас братья в неведении что отцы наши все были под под облаком и все прошли сквозь море так файл горит не хочу чтобы вы были глупы не понимают в неведении православные не знали их папы оставили неведении девятьсот восемьдесят девятом году князь владимир принял крещение а библию перевели на русский язык 1876 ну подсчитай легко запиши где-то никита 1876 а девятьсот восемьдесят девятом году было ими девятьсот восемьдесят девять сколько получится ну-ка будете справку сколько лет морили голодом россии но кто первый математик все панкары не хватает нам лобащевского что-то уткнулись калькунатор ищут сколько брать мама твоя говорит сколько 887 девятьсот восемьдесят семь восемьсот восемьдесят семь давайте округлим 888 880 лет 88 морили народ голодом народ вообще ничего не знал знали только закончили там была церковь идут туда босиком пришли ноги вымыли там рядом пруд обулись сапоги отстояли опять сапоги на к на плечо и пошли домой к Потеряевку. Это и в городах, и везде была эта история. Не хочу оставить у нас неведение. Они прошли сквозь море, люди, вышли на другой берег, и что? И все крестились в Моисея в облаке и в море. Приняли крещение в облаке. Дальше. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христов. Они даже не знали, не объяснили. Когда из камня потекла вода, а камень это Христос, который отвергит строители. Догадайся. Это надо было объяснять народу. И что дальше? Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они порожны были в пустыне. Так, я скажу. Вот сейчас запишите себе сколько. Сколько их вышло-то? Кто знает? Ну? Евреев-то сколько вышло? 600 тысяч. А два человека зашло. Конкретно мы не знаем, но предполагается около 5 миллионов. Миллионов? И два человека вошли. И если в то время было, допустим, 400 тысяч, могущих носить оружие, то из них, которые ходили, там все они их заразили этим, вот и нам не взять землю, это невозможно. Два человека только вошли. Два. Это какой же процент? Там тысячная доля процента. Прямо говорится, мы должны это знать. Должны, чтобы не оказаться в этом себе. Это православная папа. Так же не знали, так же делали то, что скажут. Сейчас очень много по передачам идет о Первой мировой войне. Что начала ее Россия. Первая битва идет на территории Австрии. У меня раньше возникал такой вопрос. Как царь, такой умница, столько он знал. Как он мог знакомым быть в свой дом запускать Распутина, Гришку Распутина? Я спрашивал отца Дмитрия Дудко, Глеба Якунина, ну, кого только знал таких вот. Александра Меня. Поотвечали как-то, но совершенно данных никаких нет. Ну, вот видишь, так бывает. Там он не он, а это цариса. Вроде правильно, что царь-то не хотел его, а наоборот, он хотел его. Но когда я узнал все это, документы-то пошли, книги-то пошли, теперь я ставлю вопрос по-другому. Как такой человек, как Григорий Пимович Распутин, мог с таким ничтожным человеком знать себя как царь? Просто ничтожный старишка был. Погубил Россию. Он сам это говорит. Он сказал, начнешь войну, не делай мобилизацию, папа. Погибнешь ты, и дом твой, и Россия погибнет. Это единственный пророческий глаз был. Сегодня все это открыто. Это единственный человек, кто в то время говорил прямо и открыто. Меня убьют. Но если в этом не будут замешанные дворяне, значит, просто убили, и дорога там одна пырнула, матрена его. А если будут замешаны дворяне, три года будут смуты. А если из царского дома будет кто-то, погибнет царский дом, все погибнут. Ну, там оказались царского дома. Канонизировали совету. Это родная сестра царицы, Александра Фердинандовна, Федоровна. И она поздравительная всем писала. Убили Гришку-то, поздравляю. Это святая. Если упадет враг твой, не радуйся, ибо Богу это не угодно. Она сама пошла под нож. Когда правда-то открылась, теперь по-другому будешь. Но я все время искал и искал, и теперь я точно знаю. И когда я был во Франции нынче, священник пришел на свидание с нами, и я его спросил, как вы смотрите? А он говорит, как настроенный масонам. Они там ничего не знают. И он ни на один вопрос не может ответить. Как он знал, что погибнет Россия и царский дом? Так просто не говорят. Тем более заранее. И он убеждал, не начинай войну. Царь говорит, нет, война нужна, она объединит русских людей. Она объединила русских людей? Она разобщила, она развалила все. Это я просто к делу говорю, то, что считаем. Сегодня мы определение сделаем отрицательным образом, с кого нам не брать пример. И куда мы идем, и кому мы подражаем. Сейчас мы найдем себя здесь. Дальше. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы? Это были образы для нас. Тех, которые непослушны были, которые боялись, мы не захватим. Там города, там до облаков, стены, а люди как деревья. И только два человека сказали, возьмем, возьмем. Мы можем, мы все можем с Богом и Юговой. Ничего не бывало. Их не послушали. А они ходили, землю осматривали 40 дней. Вернулись. Господь говорит, за каждый день будете год ходить по пустыне, пока не перемрете. И всех в песок Бог зарыл. А те, которые меньше 20 лет были, они выросли, им стало уже по 60 лет, тех ввел. Люди говорят, ну что вы так вот бьетесь? Вот обязательно вам так точно надо, вот погружение, и то другое. Бог любит точность. Люди не знают Бога. Богу нельзя добавлять и убавлять. Библия непрерывно об этом говорит. Второзаконие 4 глава. Об этом говорит и Откровение 22 глава. Не прибавляй, не убавляй. Сектанты убавляют, а православные прибавляют. А получается одно и то же. Что? Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано народ сел, есть и пить, и стал играть. Играть, это не думайте, что стали они мячик кидать, болевол играть. Это стали блудить. Играть. Заигрывать. Бог накормил, напарил, и стали смотреть. И увидели иностранных красавиц. А там все поняли. Народ этот непобедимый. А почему непобедимый? За них Бог с неба камни кидает. Ну а как сделать, чтобы Бог не за них был? А сделайте, чтобы все грешили. Да как их заставить жить? Пить им и даем, они не пьют. У них молодежи много, молодежи очень много рожаются. Очень просто. Юноши тянутся к красивым комсомолкам. Вы их выставьте, калашатров, и они потянутся, она будет манить его пальчиком. А тут треножник с огнем. Возьми кусок мяса, положи жертву Аалу, жертва Астарте, и они пришел, как вообще денег не берет. Кусок положил и спал целую ночь с ней. И все пошло кверх ногами. И пошли сразу поражения. Главное, чтобы Бог был не за нас. Вот он, это образы для нас, говорит, образы. Чтобы мы не были походливы. Вот они это делали, и для чего Павел говорит, чтобы мы это не делали? Я хочу сказать, это образцы от обратного. Не подражайте, будьте святы, как Павел свят. А наоборот, смотри на грешника, пьяница, ужаснись, только бы таким не быть, Господи, только бы не пьяницей не быть. Да сохрани меня Бог от этого. И Бог нам показывает. Считаем дальше. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. 23 тысячи юношей Бог положил. И врачи, конечно, сразу определили, какая холера, какая оспа, там тропическая язва, как сегодня новую болезнь, там они афишируют. Никакого свиного, куриного гриппа, оказывается, не было, это все искусственно было сделано. Еще со спидом разобраться не могут, есть такой спид или нет. Согласно статистике, как спид заражает, все должны на земле уже умереть. А ничего, все стоит на одном месте. Это афера 20-го столетия. Это сегодня уже говорят об этом, пишут и передают. Вот, пожалуйста, они вышли блудодействовать. Блудобойте. Сколько раз говорил, берегите молодежь. Не оставляйте одних нигде, ни минуты. Нигде и ни минуты. Это самое сокровище твое. А тут на поле, допустят, гони куда хочешь, дочка. Береги. Иначе будешь плакать. И что еще? Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Искушать. А как? А может ли Бог дать нам мясо? Бог наслал вдруг перепелок в пустыне, но целый метр было. Сколько они этих перепелок так поели-то? Еще мясо было в ноздрях, еле до ноздрей, не до рта, выше рта еще, до ноздрей. Как это так? До верхней губы и выше. Еще дальше получилось и убил их Бог. Люди скажут, да это гриб птичий был какой-то. Ничего там не было. Просто ангел пошел, посек и все их. Они искушали Бога. А Бог может ли дать нам чеснок? А у нас там огурцы были, лук репчатый был. Вот они заботились. Бог дал. А может ли Бог? Они не говорили, Господи, дай, мы хотим Бог. Это не запрещается. А Бог настолько сильный, он или нет, он не сильно, наверное, не может дать. Где он в пустыне мясо возьмет? Да какой он Бог? Бог прогневался и убил их за это. Тебе трудно, ты скажи, это то, что мне положено. Это Бог дает. Он меня любит. Он дал мне самое полезное. Ты другого достойная была бы, он дал бы другое. Ты это реши. Я говорил, как я простыл по глупости и как лечился больше недели. А лечился на картошке. И все. И все прекратилось, нигде ничего не болит. И что главное? Деревья валим. С утра до вечера потный. Деревья валите. Ты знаешь, сколько надо пить? Да вручную мы. 150, наверное, 160 деревьев спилили. Хоть и небольшие. Потные. Надо воды. Воды с колодца почернули. Сергей Пупов был, а я холодную не буду. Давайте спляги пополам. Теплые немножко. Избинаю. А я нет. Я ее возьму во рту и держу во рту и ее охлаждаю. Это теплое делаю. Во рту. И все до одного зуба заболели. А после бани пришел, да, больше пол-литра кружку с медом, холодной воды. Ну и поплыл. Полторы недели почти исходил на эту боль. И внутри, снаружи, десны, глаза, уши, все абсолютно захватило. Вся голова, как в колодец опущенная. Мне даже боязно было молиться. Господи, если уж угодно, дай мне еще здоровья. Мне так охота тебя послужить. Рот. Без рта я ничего не скажу. Язык шевелить не дает никак. Проглотить не могу. Даже ягоду, каренду не могу раздавить. Помидор не мог давить. Руками давлю, только глотал просто так. Вот Бог дал. Толкнул меня и рассыпался весь. И что еще? Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Он говорит, а не называет имена, с кем это было. Не ропщите. Начинает, да вот там власть такая, будь она такая, не ропщите. Мы не достойны лучшей власти. По нашим делам Бог дал бы хуже, но не нашлось. Долго я искал, Бог говорит. И наконец дал такого, который будет на каждом шагу путать. Смотри, чтобы я упала. Прошу тебя, пожалуйста. Все нормально. Не обманывайте сами себя. Прошу. Я говорил, не зажимать глаза, встать. Я знал, какая борьба будет. Неделю-то оттолок. Говорю, будешь на занятиях не спать. Она не может не спать. Это особый демон. Поверьте мне. Это не просто выспалась нормально, под разными причинами не спал, ночью молился. Ты молись хоть всю ночь, но днем не спи. А что толку-то? Ночью молилась, а днем спала. Тем более, где в церкви-то на занятиях. Не допускайте врага. И не обманывайте сами себя. Я сказал, шопер спит с открытыми глазами. Так и здесь. Еще что? Все это происходило с ними, как образы, описанные в наставлении на достигшем последних веков. Это образы. Вот эти все роптали, блудили, искушали. Это все образы. Я стал смотреть по святым отцам. Немного я в жизни считал. Начитывал 12 томов Златоуста, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Святых Отцов, Пятых Томов Добротолюбия. То есть, в моих устах были эти книги начитаны на пленку. Я не припомнил ни одного случая, где бы они говорили о том, о чем я хочу сказать. Что написано? Это я показываю студентам в университете. Не надо быть юристом. Я говорю, скажите, вот если я буду говорить наказание, вы скажете, что это? Которые не юристы, они не могут назвать. Вот, видишь, он мучивает меня. Да не люблю я, когда не вовремя ищу. Это все и пупков не нужно. Говори. С мэром отец Павел. А чего? Что надо? Ну, что он говорит? Повтори еще раз, что не могу понять. Мед. Мед, кому надо? Мед, не надо. Отошел. Отошел. Никогда, никогда не звонил промет. Он все время ловит. Это искушение. Хороший человек, но не звонит, не звонит. Два месяца не звонит. Ну, я на занятиях в это время позвонил. Ясно же, что так не бывает. Сейчас уйду, больше опять три месяца не будет звонка ни одного. И вот смотрите, юристы, они говорят, искушение не помет. Это, он не смог бы позвонить. Это должен быть кто-то другой. По-моему, так. Вон там. Говори. Говори. Никому не надо. Здесь намного дешевле продается. Отошел. Это стоит деньги. Уметь и быстро, и точно сказать. Я этому научился в камере. Там так, когда кто-то кого-то ищет, допустим, сидит Иванов и ищет Петрова. Петров! А камера-то закрытая. Тот нашелся и кричит, говори. Ему некогда. Я слушаю. Он так и говорит. В это время он говорит. А там уже бегут по камерам. С какой говорят, чтобы арестовать и посадить его в подземелье. Все, отошел. Спрятался. Никого нигде нет. Я понял. Ни одной минуты я не теряю ни одной секунды. Два слова. Говори, отошел. А по телефону болтают. Две минуты можно разговаривать по мобильному телефону. Не больше. И не больше пяти раз в сутки. Это максимально. А меньше, меньше совсем не говорить. Идеально. Вот. Смотрите. Я задаю студентам. Скажите, 15 суток. Какое преступление? Ну, то все скажут. Какое там? Или оправился в общественном месте. Может, заматерился где-то. Так, год. Это серьезнее. Курицу украл. Так, год. Три года. Ну, это примерно одинаково. От года до трех лет. Так. Десять лет. О, это уже серьезно. Дальше уже говорят. Может, даже убийствует. 15 лет. Это максимальное. В России. Раньше было 25. Говорят, что это такое. Это несколько человек убил, там, или изнасиловал малолетку, там, или еще что-то. Смертная казнь. Смерть за смерть. Это уже, значит, много у него что-то было. Там, измена родине. И такое проще. Смертная казнь. То есть, я называю только наказание. А преступление уже люди должны назвать. Я говорю, живьем в ад. Да такой статьи нету. Ну, я говорю, людоед съел людоеда. Съел. Убил и съел. Тут статья такая должна быть. Какое ему наказание. А вот что он сделал, тот, который живьем в ад? Притом, это только однажды было за всю мировую историю. Апостол Павел, когда говорит, перечисляет погибших, это были образы для нас. Когда я покажу, где это написано, открывай, 16 глава числа. Никто из святых отцов не объясняет, что это за грех такой, за который живьем в ад. Живьем в ад. И притом, виновен один, а с ним погибает жена, с ним погибают дети, погибает шатер, имение, дача, скотина, все ведет в ад. Живьем. Что это за такое преступление на земле, которое ни в какие уголовные кодексы мира вообще не входит. Ни у мусульман нет такого, нигде этого нет. Но в Библии это есть. Так. А стих какой? А по порядку, но потом мы дальше прочитаем. Ну-ка, немножко послушайте. Восьмой стих. Ну ладно, считай. Полностью. Хотя бы вот здесь. Собрались против Моисея. И собрались. Как кто-то. Сын Левиин. Идафан. И Аверон. И Корей. Ну то есть это люди, которые принадлежали к священническому роду. И они забунтовали против Моисея. Чего там подчиняться будем ему? И что? Восстали на Моисея и с ними, и с сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание людьми именитые. И именитые люди. Их на собрание, в Думу они избраны, депутаты. И вот они все сговорились, 250, но руководителей было трое. И они на Моисея стали говорить. Ну явное дело, что это бунт, и бунт очень серьезный. И что было дальше? Собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам. Полно вам, да хватит. Наруководилися, наслушались вас. Все общество, все свят. Все общество, все свят. А то что вы себя выделяете-то? Мы все святые. Мы все избранные Божьи. И среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? А чего ты? Выше тебя. Должен тебе руку целовать. Выше всех вы. И все везде. На первое место себя ставите. Дальше. Моисея, услышав это, пал на весе свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизить к себе. Завтра. То есть он получил ответ от Бога. Не надо их арестовывать, не надо сажать, не надо публиковать. На них еще завтра я покажу Бога, кого я приближу к себе. И что? Вот что сделаете. В Корее все сообщники увозьмите себе кодильницы. И завтра положите в них огня. И всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. То есть это были избранные Божии на определенной должности. Но они решили быть там-то среди епископата. Так скажем, по сегодняшнему. И у всех в руках кодильницы. Завтра придите, наложите хорошего ладана. 250 будет стоять и людей именитых епископов. Ну и собор настоящий. И Бог что-то сделает, покажет. Полно вам, сыны Ливиины. И сказал Моисей Кореев, послушайте, сыны Ливия. Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господне и стояли пред обществом служать для них? То есть они при скине были, у них кодильницы были, они были служителями, но они решили быть выше. Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Ливия, и вы домогаетесь еще и священничества. То есть они дьяконы, это нижняя должность, а теперь решили выше. И так ты и все твои общества собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? А что если Аарон, что вы ропщите на него? Ты неправильной интонации говоришь. А что если Аарон? Почему вы ропщите на него? Да он избранный Богом, как патриарх, митрополит. И что? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елеава. Но они и сказали, не пойдем. Ох, они уже заранее, да а что мы пойдем там? Кого будем слушать-то? Зачем мне это нужно? Ну разве мало того, что вы вывели нас из земли, в которой течет молоко и мед, что погибнут нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Молоко и мед. Всех мальчиков убивали, кормежки не давали, работали с утра до ночи, ни одного выходного. А теперь молоко и мед вспоминается. А у нас тогда колбаса была такая дешевая в советское время. Вот тогда хорошо было при коммунистах. При коммунистах было хорошо, не выехать ничего нельзя было. Работали за палочку, трудоденки. Приверли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить. Не пойдем. Прямо ему поздали. Ты поэтому агитацией занимаешься, обманываешься. Никакого коммунизма построить ты не можешь. И дальше. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай зора твоего на приношение их. И не взял у них ни одного из них зла, и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое будьте предлицем Господа. Ты, они и Аарон. Чтобы и Аарон стоял рядом, показать, кого Бог изберет, как Абеля. Рисует. У Абеля дым кверху пошел, а у Каина по земле. И возьмите каждую свою кодильницу и положите в них курение. Принесите предлице Господне каждую свою кодильницу. 250 кодильниц. Ты и Аарон. Каждую свою кодильницу. И что? И взял каждую свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в Скинию собрание также Моисей и Аарон. То есть картина вполне приличная. Представьте, стоят они в ризах с кодильницами, дым идет, все как надо. Ничто не предвещает изменения этой ситуации. Победа на их стороне. Тут один Аарон, а там 250, да еще руководители. И собрал против них Корея все общество ко входу в Скинию собрание. Явилась слава Господне всему обществу. И сказал Господь Моисей и Аарону, говоря, отделитесь от общества всего, и я истреблю их в мгновение. Это Бог сказал. А сегодня где это что? Это отделение от церкви, сектанство. Нравится кому это не нравится, я должен сказать. Это отделение. А чем мы хуже других? Тут Мартин Лютер, тут Елена Уайт. То есть везде счастье все эти пришли. Пожалуйста. Расселы. Они объявляют себя такими же. Симон Меннон, пожалуйста. Они объявили себя такими же. А чем мы хуже других? Они отделились. Это грех отделения от церкви. Самое большое на земле преступление. Они же пали на лице свои и сказали. Боже, Боже, Духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дофана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дофану и Аверону. И за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, И не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, Чтобы не погибнуть вам во всех грехах. Даже прикасаться нельзя ни к чему. И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дофана и Аверона. А Дофан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров Своими женами, с сыновьями своими, И с малыми детьми своими. Представляете, все стоят, все семейцы, И тут и внуки, очевидно, все собрались здесь. И сказал Моисей, И всего вы узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, А не по своему произволу я делаю сие. И если они умрут, как умрут все люди, И постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, То не Господь послал меня. А если Господь сотворил необычайное, И земля развертит уста свой, И поглотит их, И все, что у них, Они живы сойдут в преисподнюю, То знаете, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, Расселась земля под ними, И развертла земля уста свои, И поглотила их, И домы их, И всех людей коревых, И все имущество. И сошли они со всеми, Что принадлежало им, Живые в преисподнюю, И покрыла их земля, И погибли они из среды общества. Живьем. Жены, дети, Чтоб даже ни одного потомка не было. Я спрашиваю, А вот написаны образы для нас, Достигших последних веков. Почему они где проповедь на это не говорят? Это образцы от обратного. Сегодня, Все до одной секты попадают сюда. Сюда не попадают только те, Которые от апостольских времен Имеют рукоположение. Православие, Католицизм, Григория на армяне, Копты и сирийцы. Все. Я понимаю, Как реагируют на это люди. Но вы помолитесь. Это место просчитайте раз, Другой, третий. Это были образы. Но образы тогда, Для нас образы. Ну а как теперь, Где это у нас? Где Корея? Где Адафан? Где Аберон? Да кто-то Моисеев бог сказал быть. Да тогда Моисеев это что? Моисеев это значит Моисей. Ничего больше не надо искать. Они отделились от общества израильского. А там стояла Аарон. А теперь священство починено Эльфиседека Христова. Вы отделились от священства. Вот сейчас приезжает в Корщино. Там вы знаете, Бывший житель Потеряевки. Ломает хлеб для вашей снохи. Едят. Это что, причастие? Надяк был тут баптист. Я спрашиваю, А вы его признаете? Он говорит, конечно нет. Кто он такой? Ну а вы-то такие же самозванцы первые-то. В 1609 году Джон Смит Залез в воду, На себя руки положил, Яптый Смитер. А в 139 году Первая общая нераптистка. В 1639. Вы-то первые откуда? Я сейчас покажу, Что куда мы попадаем. Это были образы для нас. А образец нечестия. От обратного. То есть не поступай так. Интересно, Вот старообрядцам запрещено Молиться с православием. А откуда у вас-то священство-то? Само основание-то где? Да как получили от этих? С кем запрещаете молиться? Да как какой тогда здесь смысл? Да никакого безумия. У старообрядцев священство Получено от православных. От грека. Амросий. А греки-то они не старообрядцы. Дайте нам священника. Дали, дали, все теперь. А теперь мы вас не признаем, Презираем с вами. Молиться нельзя. Вот как обстоит. Ты нам дай, Мы умираем с голода. А теперь дали, Теперь я плевал на вас. Ты не нужна, Что вы мне уже дали. Раз гуманитарку дали, Я могу стрелять из-за куста И убивать. Смысл-то вот какой заложен. Это образцы для нас. Это было уже. Вот я сейчас все это нашел. И они пытаются делать. Ничего нет. Вот мы молимся. А их нету. Говорят проповеди. Их нету. И год, два, второй. И никого нету. Почему? Заботиться о них паспы. Заботиться, что они тут пьют, гуляют. Никакой. Нет заботы. Главное, что не молилась, Что ни с кем. Не молилась. Да молитвы, запрет может быть. Если неправильно, И это молитвы, То ты своей молитвы можешь наставить Других людей. Мы были нынче в Турции. 12 часов молились. В Турции. В мусульманской стране. Это самое сильное свидетельство. Мы стояли с поднятыми руками. Нас тысячи людей видели. И мы молились. Выпияли их Богу вслух. Такого свидетельства у нас нигде не было. Толкни. Она обманывает сама себя. Поднимись на ноги. Поднимись на ноги. Мы договорились. Враг подходит. Руками провел и все. Слово сказать. Вот смотрите. Маленькая газетка покажу. Заголовок начинается. Я причесала Иосифу Вистарионовичу брови, Потом волосы. А пятачков для глаз не нашлось. Это одну медсестру притащили к мертвому. И все. Больше ничего нету. Даже пятачков не нашлось. Она воспоминания дает. Кто-то пятачки на глазах живым ложит, что они спят на ходу. Так, теперь послушаем. Число 12-8. Это были образы для нас. Не отделяется от церкви. Кустами и кустами говорю я с ними. И явно они в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Видит образ мой. Как он увидел Моисея? Писание говорит, он его видит. А в каком виде он являлся? Об этом мы считаем у Даниила. Даниил. 7-9. Открой-ка. А то у Бога нет образа. Не обманывайтесь. У Бога есть образ. Который он являет людям. Это все для нас. Это называется антропоморфизм. О человечивании, чтобы мы как-то могли. Когда поем в лепоту, обличайся. Это означает Иисус, что облегся в красоту человеческого тела. Тело человеческое это высшая красота на земле. А то придумали женский прекрасный пол. Это самый греховный, гнилой пол. Через нее мы все умираем. Через нее мы все умираем. Злая женщина горше смерти. Стерахов прямо говорит. Прекрасное тело мужчины, прекрасной женщины. Лепота. Лепота это красота. Великолепно называется. Ну-ка, считай. Видел я наконец, что поставлены были престолы. И востел ветхие днями. И одеяние на нем было белое, как снег. И волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колесо его, пылающий огонь. То есть у него лицо. Ветхие днями. Он ясно, что не бритый. Ветхие днями. Он видит, какие волосы у него. Значит, у него лицо показано. А если ты не понимаешь это так. Но Бог показал себя так. И этот образ мы должны сохранять. Нигде этого нет, что Бог показал себя бритым. Так, Василий говорю? Так. И поэтому, когда берешь бритву или ножницы и стричься, всегда вспоминаешь, что это не по образу Божию делается-то. Образ Божия – это иконы. Это Христос, это апостолы. Что интересно, даже баптисты, когда рисуют апостола, все с бородами. Ни одного без бороды не рисуют. Ну и считай, и она. Значит, совесть не позволяет. Что интересно еще. У мусульман, когда, говорит, ранят где-то в бороду, он лишается, говорит, много, но не разрешает бороду убрать. Ему, говорит, необходимо, делай как-нибудь, возле раны, обстрелье, больше не трогай. Он лишится головы, говорит, но бороду не даст. Настоящий мусульманин. Вот как они заботятся. Понятно? А у нас даже нужды никакой нет. Когда Ольгу Кунгаеву убил, этот Будан Апьюри, полковник танковых войск, он изнасиловал ее, а потом из судебных решений убрали. Родственники, чеченцы, сказали убрать. Он ее не насиловал, а мы его найдем. Почему? Родителям житья не будет. Он ее привез, изнасиловал, а родителям будет теперь упрек на всю жизнь. Как вы могли допустить, что дочь изнасилована? Он пришел ночью на танки и приехал. И они сразу отсюда уехали в Данию. Родители. А его тайно нашли, все-таки застрелили. Его застрелили. Рамзан Кадыров говорит, что Чечня смоет эту кровь с себя. И все. Мы должны помнить, что есть образ, образец прямого подражания. Есть образец от обратного. То есть, вот видишь пьяницу, смотри, не стань. Показывают передовики производства. А вот это, это самые негодные люди. Их тоже надо вывешивать. Не бояться. Вот еще люди-взяточники. Вот такой-то губернатор, вот он брал. Вот такой-то подсудебным, там, торговал квартирами. Генерал-полковник, этот, лейтенант Чернов. Так вот такое-то. Ну, все, их прямо написать. Фотографии смотрите, не делайте так. Писание об этом говорит. Меня интересует, а где еще есть в Библии напоминания о плохих людях, чтобы мы их помнили? Лука 17, 32. Сам Христос научает нас вспоминать этих людей. Лука 17, 32. Лука, вот так. Думаю, кто у меня будет сегодня здесь по исковике работать? А вот приехал отрок без борода и будет искать. И про бороду напомним. А то меня спрашивают в интернете, а тот юноша, с которым о бороде беседовали, он сам ли встречается? Он не только встречается, он помогает. А это от него на вождение отойдет. Главное, чтобы женщина где-то не подсунулась. Без бородых они особенно привещают. Давай. Вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову. Вы знаете ее? Так Лота надо вспоминать, что он был угоден Богу. Нет, вспоминайте жену Лотову, Христос говорит. Вспоминайте. Так она отрицательный герой. Вспоминайте, не спорьте. Когда пошел за Христом, не оборачивайся. Ой, а я этого лишился. Тут мне этого не дадут. Тут меня в институт не примут. Вспоминайте жену Лотову, не оборачивайся назад. Пошел за Христом, иди. А остальное Бог усмотрит. Голодом ты не ляжешь спать. Вот тебя прокормят. И даст здоровье тебе под 90 лет. А там и 100 недалекое. Дальше. Нам нужно вспоминать еще и про Иуду. Почему он таким стал? Это корыстолюбие. Я прочитал однажды толкование такое, что Иуда ответил предательством на предательство. Что Христос это первый предатель, его предал. Он думал, что он старен будет. Оставили свое. И им говорили, за кем вы пошли. И вдруг он понял, а его распинают. И те интересы, какие он чал, где спереди, рядом, справа, слева, ничего этого не будет. И он пошел и предал. А когда Даша-то увидел, что первое решение было правильно, то пошел и удавился. Это очень интересное толкование. Притом это пишут такие, как Дмитрий Ростовский. Это есть такой Григорий был, митрополит Санкт-Петербургский. Об этом же писал. Дальше. Третий от Старс, 12.31. Третий от Старс, 12.31. Слушайте внимательно. Это был такой человек, Иерова, который произвел раскол страны, как Горбачев, как Ельцин. Развалил ее. Ну развалил-то не он, а Раван еще развалил-то. А этот по священному начал колотить и ставить, читай. И построил он тапище на высоте и поставил из народа священников, которые не были и сынок ливейны. Не были совсем не ливейны, а он и ставит, это как у сектантов. Любой, кто пожелает, руку подними и все. Его не надо рукополагать. Второе, до 33 стиха. И установил Иерова, праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца и подобный тому празднику. Какой был у людей? Подобный, такой же самый. Так же празднуют. Все праздники назначают и у баптистов, и у других подобный. Но никакого отношения к церковному это не имеет. Он сам ставит. Вот оно где. Имейте это в виду. Это сектанты, которые рукополагают кого-то сегодня. Это потомки Иероваама. И приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в Ефеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которые их сделал. И поставил в Ефеле священников высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Ефеле. Пятнадцатый день восьмого месяца. Месяца, который он произволенно назначил и установил праздник для сынов Израилевых. И подошел к жертвеннику, чтобы совершить куриное. Ну и дальше, что из этого вы будете? Это Иероваам. Считаем. Вторая паралипоминон, одиннадцать четырнадцать. Про себя повторите. Паралипоминон. Паралипоминон. Произносите. Одиннадцать четырнадцать. Ибо оставили левиты свои городские предметы и свои владения и пришли в Иудеи и в Иерусалим, так как оставил их Иероваам и сыновья его от священства Господня. Отставил Господь. Почему? Потому что не было найдено родословное. Потеряли документы, их священников исключили. А у этих вообще ничего не было. Это настоящие священники были из поколена, из колена Ааронова, Левина. И Бог их исключил. Они потеряли бумагу. Ставленную грамоту. И все. Вот батюшка поедет куда-то, а у него нет этого доказательства-то. И все, это никто. Но это на время. А это навсегда. И дальше второе. Паралипоминон. Тринадцать девять. А вот и два раза. От них нет. И будет тринадцать. Девять. Дальше. Не вы ли знали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего стельцом и семью обнами, делается у вас священником уже богов. То есть настоящих священников прогнали, оставили, кто придет с дарами какими-то, принесет быка, его, как полагает, ставят. Это они никто. Это обман. Я говорил неоднократно, что если бы у сектантов, у баптистов, я конкретно говорю, которые ближе всего к православным, было священство от апостольских времен, я православным бы никогда не стал. Чего бы я тут возился с этими мощами, да с попами спорил. Они меня с живьем сжевали. Хоть старобрядцы, хоть эти. Но не церковь. Я признаю, они более нравственные. А почему? Потому что Слово Божие. Вы очищены через Слово. А тут нет Слова Божия. Так, Марка 1.10. Вот интересно, есть такой профессор Жданов, Владимир Георгиевич, он президент какой-то компании антиалкогольной, или там против пьянства. И вот он приводит пример Яшина. Такой был знаменитый вратарь. Он курил. Как правило, кажется, большой палец правой ноги. Не бросил курить. Закупорка. Отрезали ногу. Не бросил вторую. Отрезали руку. Вторую руку. И помер. Но курить не бросил. Вот и все. А к чему вы это говорите? Отрицательный образ. Упрямство. Не курите. Курю в 12 лет минимум. Жизнь отнимает. Жизнь отнимает. У него мозги не работают. Курящий человек, я ему даже никогда разговаривать не хочу. Немножко сказал что-то и отошел. Марка 1.10. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. Нам спорить не надо. Он видел? Видел. Дальше. Иоанн 1.32. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на него. То есть об этом не может быть никакого сомнения. Что он видел? И Господь наш Христос, о котором Отец засвидетельствовал. Ну а дальше мы пойдем сейчас от этого смотреть. Люди, которые были, они не видели, но они не были верующими, потеряли все. Люди, которые были около Христа и потеряли все, они ушли навсегда. Так. Левит. 11.49. 45. Левит. 11.45-49. 11.45-48. Так, слушайте. Ибо Я, Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о птицах, о всех животных, живущих в водах и всех животных, пресмыкающих на земле. Хорошо. Все, 45-48 стих. Ага, дальше. 40. 19.2. 19.2. Объявился ему обществу, сынов Израилевши. Скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь, Бог. То есть образец наш, это Господь, тем более уже воплотившийся, Господь наш Иисус Христос. 1 Петра 1.16. Я говорю о том, что положительный образ остается в силе, но отрицательно побуждает нас к большому. 1.16. Прямо за это тащи. Просто поднимай его. Вот этим надо двигать бегунком. Намного быстрее. 16. Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. То есть и в Новом Ветхом Завете дается образец один и тот же. Так. Что я делаю сейчас? Я рассматриваю 57 житей, а их всего 1173, а я рассматриваю 57 житей, которые говорят о объявлении демонов. В каком виде они являются? В каком ты желаешь? В виде женщины, в виде собаки, в виде птицы? То есть, что ты желаешь, в таком виде он тебе явится? Обязательно советчик такой же найдется. Вот у нас, которые были здесь, между собой они согласны. И к ним, которые в городе отступили, они заезжали только к ним. Уже отсеивание сойдет здесь. А они избрали себе образец. Образец ропота, недовольства и потери всего, что есть. Я сейчас сделаю такое, Серахом 34,15. Есть такой закон у евреев, когда жнешь, что до конца не дожинай немножко, там пшеницы, скрабы, комбайн маленько заверни боком. Гречиху немножко там оставишь. Другие могли, чтобы скосить. Яблоки берете в огороде, собираешь помидоры маленько оставь. Почему? Пришельцы будут, они придут и доберут. Как считай? Я себя считаю таким, кто подбирает среди других. Я прошелся по святым отцам, по писанию и подобрал все, что они не сказали, оставили. Оставили для меня вот это сказать. Почему они не коснулись 16 главы? В этом все заключается. Это все сектантство в этом заключается. Самое страшное наказание. Нигде ни у кого не встречал. Дальше. Постих. Серахов 34,15. Я последним бодрственно потрудился, как подбирающий позади собирателя винограда. Я потрудился, как подбирающий позади собирателя винограда. Я о себе говорю. И даю вам этот материал. Где это написано? Вот. Левитов 19,9. А ты вот за бегунок быстрее это поднимай. Кверку дерни его и все. Так копается она. 19,9. Когда будете сжать жатву на земле вашей, не дожжинай до края поля твоего. И оставшись от жатвы твоей, не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста. И попадавших ягод в винограднике не подбирай. А оставь это бедному пришельцу. Я Господь Бог ваш. Вот мы бедные. И нам Господь Бог оставил спустя тысячелетия коснуться этой темы. И повторяю, я ни у одного святого отца, ни в одной проповеди не нашел, чтобы разобрали 16 главу чисел. Самое страшное наказание они обошли. А это образы для нас были. Достигших последних веков. Так это еще не все. Я еще нашел такие. Так, Руфь 2,2. И сказала Руфь Муавитянка на имени. Пойду я на поле и буду подбирать колосси по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. То есть этот закон срочно соблюдался. Сегодня у нас никого в пришельствах нет и поэтому закон о нас не действует. Это означает, мы накопали, сохранили. Приедут кто-то, не забывайте им дать. Скажи, вы не приехали, когда можно было дожинать. Мы собрались, поэтому я из погреба отдаю тебе. А не так, что мешок дала, а потом 10 лет требует назад 20 мешков. У меня бы больше она родилась. Мы знаем такие истории. Слово подбирать вот так вот позади. Встречается 11 раз в Библии. Запишите. Серахова 28,9. Вот это запишите наизусть. Серахова 28,9. Вот. За этот опять. Встреча 28,9. Птица слетается к подобным себе и истинно обращается к тем, которые упражняются в ней. Вот то, что я говорю о числах 16 глава, это понятно тем, которые упражняются в истине. Там ничего больше нет. Это отделение от народа Божия. Отдельно. И что очень важно, сейчас посмотрим, что Бог дальше с ними сделал. А они сами-то ушли в ад, а кодильницы остались на земле. Как они, когда падали, махнули кодильницами, или как было-то, непонятно. Почему кодильницы-то остались-то? Кодильницы остались для определенного дела. Мы до последних времен дожили это. Вот сейчас мы посмотрим. Вот Корея упоминается. Второе Тимофея 2,17. Ну-ка найди. Второе Тимофея. Мы должны брать пример с Аввакума и с Никона. Сергия Строгородского, как с властями он устроил это все. Московская патриархия, она беспокаянная. Ее образовали Сталин и Берия в 43-м году в сентябре. Они в этом покаянии не приносят. А они, всех, которые были в это время в заключении, всех объявили врагами народа. Свои. Такого в мировой истории не было, чтобы... Мученики за Христа это слава Христова. Слава. А они сказали, враг народа. Хорошо, враг народа подписывает. Александр Глебович Невзорок это все описывает. Я сидел как ребенок, а в это время тут игумены были и все это сливали. Слив информации. Это все подтверждается Александром Иосифовичем Нежным. Это документально доказано сегодня. А покаяния нет. Значит, такое, такое вот сегодняшнее священство патриархийное и есть. Жадное, коростолюбивое, трусливое, предательское. Как я их на эту должность избирать только? Меня тоже на священники прочили. Приехал я к благочинному Красноярского края Александр Бурдин. Что ты на священника не соглашаешься быть? Я говорю, да кто меня возьмет? У меня с уполномочием вот какие отношения. Тут ты рукоположен, поедешь в Барнаул уже, там и будешь служить. Да молотал тут. А один архиерей-то, Гидеон да Кукин. Он был архиепископ. Я говорю, никогда. Он тут берет, разговаривает, а мне подмигает. Ну вот видишь, договорился, все. Ну все, договорились мы, с полноучным разговаривать. Хорошо. Так. Да он, правда, не отсюда. Ну, да, это из Барнаула. Так. Ну и кто? Да это Лапкин там. Слышу, помрощил. Да что вы, там Александр Сергеевич положил труп. Вот это она. Как только сказал ваше имя, он сразу отказался и даже разговаривать не стал. Вот и все. А он, я вас, тут вы от меня уедете уже священником и прочее. Это не тут-то было. А что за этим стоит? Это уже сам думай. И меня неоднократно сватали вот так. Я Гидеона же получил однажды. Я вас рукоположить хотел, в большой улуй отправить. Я говорю, я видел накануне бычащие кожи. толстые, засохшие. И я посмотрел, мне сказано, выделываю их. Они не выделываются, они намертво засохшие. Вы меня отошлете туда, где ни одного человека нет. Все протравлено. Я там в большом улу и был, и все это сказал тамошним людям, когда мы благовествовали ездили. Так, считай. 2.17. И в словах, как раку, будет распространяться таковы и Меней и Филипф, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было и разрушают в некоторых веру. Что воскресение уже было, воскрес, и сегодня слово иеговистов других вот этих, как рак распространяется. И Меней и Филипф, они разрушают в людях веру. Возьмите, все мусульманство, мусульманство, это 2 миллиарда, они говорят, Христос не был распят, и Он не воскрес. Это слово, как рак распространяется. Да как не воскрес? Павел говорит, если Он не воскрес, то мы во грехах. Вам охота быть в грехах или нет? Это наш Искупитель. Я с мусульманами когда беседовал, я говорю, а они говорят, это у вас ошибка вкралась. Я говорю, ничего, живой и мертвый. Какая же это ошибка? Это описка. Это не описка? Все, Писание говорит о воскресении Иисуса Христа. Тогда нам нельзя считать ни веру, третий день воскрес по Писанию. Ничего нельзя считать. 3.8. Слово, как рак. Имение и Филипф для нас примерно должно быть от обратного. Образец. 3.8. Как и Ани и Амврит противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды вере. Невежды вере. Вот пять человек отходят, пять, и уже община. А где двое или трое, там Христос. Я говорю, нигде не написано это. Где двое или трое собрались, не собрались, а собраны Духом Святым. И которые во Христе, со Христом. А вы где по Христу? Когда Христа мы знаем, да где-то его знаете-то. А тело это церковь, а церковь вообще отметаете. Вы кого любите-то? Любить Христа надо в целости, голова и тело. Он без тела не бывает. Одна голова говорящая не появлялась ни разу. Он имеет образ. Образ вместе с телом, с руками и ногами. Даже в Ветхом Завете. Это в первую очередь относится к ним. Судя 1.10. Судя 1.10. И пошел Иудзе на Хананьеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаб Арбы и поразил Шишая, Ахимана и Палмая. Так. Ты какой посчитал? Первая 10. 11. 11. 1.11. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаб Секер. Это непонятно. Ты судьи открыл? Да. Это первая, да? Да. Это я там как раз про Валама хотел показать видео. Так. Ну давайте про Валама посмотрим. Отрицательный образ. Серахов. 17.28. Тот зачеркните или отставьте. Там надо будет поискать. Серахов. 17.28. Нет. 47. Что тут написано? 47. 47. А тут 28 нет, да? Нет. Это значит не 47, а 46. Возьми 46. Потому что интернет, наверное, цифра на один разница. 46.28. Там 26 стиха. А? 46. 46.23 стиха. Ага. Ну-ка давай. Нет. Давай. 28. Также и Финнес с Эмилия Зара. Подожди. Вот здесь посчитай, что написано. 47. 20. 28. Что же так я? Не очень ясно-то. Прораван. Разум. А теперь написано Серахов? Да. 47. 47.28 Серахов. Серах. Серах, да? 47.28. Там говорится о Равааме, называется скудным разумом. Андрей. А ну, 2011-12. Все правильно вы начали? Да. 47.28. Скудного разума Раваама. Да. Которая отвратила себя народ. Он не хотел слушать советников. Он любил молодежь. Старики советовали. У вас один раз. За тобой пойдут. А он нет молодых. Отец жесткий был. Соломон. А я еще хуже сделаю. Еще тверже рука моя будет. Ну и всех отвратил. Значит, Раваам для нас пример. Может быть, кого слушать все. Нужно слушать тех, которые прошли жизнь. Имеют опыт. Совет. А не тех, которые никакого совета. Лишь бы только покрасоваться перед народом. Ну и, пожалуйста, развалили страну. Как Ерцин и Горбачев. Притча 11-12. Притча. Притча вниз. Тащик. Вот. Стоп. Вот он. 11-12. Скудоумный. Обзыскивает презрение к ближнему. Выско. Выско. Высказывает презрение к ближнему своему. Но разумный человек молчит. Скудоумный. Высказывает презрение. Вот и пожалуйста. Он высказывает презрение. На занятия не пойдет. Он презирает. Почему? У него разума нет на то, чтобы слушаться. Он скудоумный. Ему помешало бы сейчас все это слышать. И думаешь, он занимается сидеть сейчас там. Да это телевизор не отлазит. Но сегодня еще компьютер. И ни день, ни два годами сидят на этом. А теперь, сколько молиться приходится, поминать по именам и зла в господи от пьянства. 12-11. Кто у вас делает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Кто у вас делает землю, то у него вырожай поспевает. Все. У него все в избытке. А скудоумен кто? Празднолюбец. Праздник, все. Каждый день у него праздник. Сегодня он осуждает. О, все, хватает, все, надо. Надо работать. И называется скудоумным такой человек. Вот я немного скажу, вы только запишите себе. Первая Коринфия, 15-49. Какой образ мы должны еще иметь? 15-49, тащи за бегунок. И как мы носили образ верстного? Верстного, земляного, Адама. Будем носить образ небесного. Образ небесного Христа. Поэтому мы должны очень хорошо знать образ перстного, к чему стремиться, и образ небесного. И понимать, от одного отвращаться, в другой образ души своей приводить в сознание. Я не насмотрел 24-30 притчи. Притча 24-30. Стоп. Еще немножко о скудоумии Раваама. Я подтвердить, почему Раваам был скудоумный. Проходил я мимо поля человека лениво, и мимо виноградника человека скудоумного. Сразу видно, все заросло. В огороде ничего, кроме клёна, ничего нет. Все растет. Может быть, не сушки, еще курочки бегают под бороду. Все зарастет. Боимся лишний раз наклониться. Так, про Каина. Иуда 1.11. Запишите про Каина. Иуда 1.11. Евреям сколько? 11.4. Запиши. Запиши, говорит, здесь. Давайте посмотрим, потом найдешь. Евреям. Надо дальше. А дальше тебе надо. Евреям. Самый конец туда. Новый завет. Повыше. Чуть-чуть поднимите конец. Вот все. Евреям 14.4. А не 11.4. 11.4. Так. Посмотрим. Верую Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. То есть мы должны хорошо знать и Каина, и Авеля. Я к чему говорю? И от обратного брать до себя то и другое. Почему Каин так поступил? Ну, Авель, знаем, любил Бога. А Каин почему? Не любил Бога. Так. Еще есть такая фигура Исаф. Запиши его. Исаф. Евреям 12.16. Я говорю, что это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Евреям 12.16. И напротив напиши, с кого это брать у вас. Чтобы не было между вами. Чтобы не было между вами какого блудника или нечистеца, который был как Исаф, за одну смерть отказался от своего первородства. Отказался. У нас главное, это наше призвание служить Христу. Быть движимым Духом Святым. Я вот, у меня есть желание такое, просто сегодня, чтобы была программа. К нам приезжает, если Бог даст, послезавтра местный епископ. Ну, хоть маленькая какая-то программа какая. Ну, литургия-то, понятно, будет. Концерт могут сделать. За школу отвели уже один день. Вчера учили. Ну, а беседа-то должна быть какая-то. Ну, примерно, о чем беседовать-то? Я сколько время трепещусь об этом, никто меня не спрашивает. Уже вплотную подошли. Батюшка, как будто ему все равно. Почему никто не говорит? Кто-то должен что-то спросить. Или поели, облизнулись и пошли домой? Момент-то самый подходящий. Они у нас, они ведут себя спокойно. Здесь они не возникают. Это не випархия. И тут какие-то вопросы можно поднять, которые... Говорим не об объединении. А о том, что вы разве не видите, что все гибнет? А они все еще продолжают, как будто все нормально. Мы стоим на краю бездны, если не на дне бездны. Ну, можно какие-то вопросы им задать? Заранее, сейчас уже программу составить и сказать. Это скажет Игорь. А ты, брат, тогда поддержи. Ну, спрограммировать, как у меня надо будет? Ничего этого нету, вообще нету. Я все эти дни об этом молюсь, чтобы Бог подвиг батюшку к этому делу. Потому что он в конце может сказать. Вот когда были мы випархии, он говорит. Ну, ладно, давайте брату моему дадим слово. Он больше занимается миссионерской работой. Я-то это не езжу. И они мне сразу дали слово. Ну, здесь-то кто будет? Я не напрашиваюсь. Хотя я и не отказываюсь. Тут будет епископ. Не просто лезть там с покойниками, с мощами. А конкретно говорить. Вот нас интересует такой вопрос. Как это все рассматривать? А вопрос это есть. И вопрос очень серьезный. Вот это предательство и ложь. Почему они так неистребимы в этой среде? Это уголовная статья. Ну, мы могли бы вот сейчас. Я наставлю. Дальнейшие наши переговоры прекратились. Создана рабочая группа. Но все остановилось. Они не приехали. Почему никакого объяснения-то не было? Уехал местный епископ Максим. Он здесь был. И вдруг Беляев, Сергий, священник, мне звонят. А у вас книги еще есть? Есть. Владыка Максим хотел бы получить. За ценой мы не постоим. Хорошо. Я говорю, когда приедете? Завтра я позвоню. Завтра продолжается уже второй год. Ну, хотя бы сказал так. Владыка передумал. Владыка узнал, что там против патриархии. Что они обычно говорят? Лгут. У меня против нету. У меня за патриархию. Чтобы не были не такими. Это образы для нас, что они сегодня творят. Ну, можно было это сказать. Я показываю, где мы находимся. Корабельниково. Павловск. Ребрихо. И везде попы вызывают милицию против нас и травят. И называют нас свидетелей Иегову. А вчера с ними беседовали рядом. Нигде такой подлости я не встречал. Ну, почему вы не беседуете? Я желаю этих людей встретить. Дайте церковный суд. Вы когда прекратите травлю эту? Как с вами знать это? Ну, можно поднять хотя бы вопрос. Еще вы боитесь, стоишь. Это они нас давят. И у нас все это заснято. Заснято. Я им подарил один диск списали. И Максиму Беляеву подарили священнику. Передайте. Вызовите священников. Мертвая тишина гробовая. Почему? Кто кого прикрывает? Подельники. Которые такие же самые. Куда они зовут нас? Ну, может здесь-то хотят сказать. Ну, мы можем сдвинуться с места. Но первый шаг такой. Жить не полжи. Ну, вызовите этих священников. Или в епархии меня вызовите. И мы вам покажем. Вот. Вы знали, что мы православные? Мы приехали на Карабейнику. Два Евангелия на деревне нашли. Два. Всего два Евангелия. А мы бесплатно раздали. Там, вам, помогая. 450 новых заветов. И он приехал. Ой, Игнатий Тихонович, только уезжайте скорее отсюда. Только уезжайте. Я говорю, Гадаринские просили, когда свиньи утонули. Уходи, Господи, уходи скорее. А его теперь не разобрали. Он лгал, стоял. А поставили епископом этого романа. Где-то Валейский или где он там? Рубцовский. Ну, может, этот вопрос сдвинуть с места-то. Они у нас здесь будут. Вот помолиться надо и сказать, ну, как подойти? Не просто с Будунах какого-то наехать, а конкретно сказать. Ну, вот мы хотим жить не во правде. Ну, можем как-то мы вот это все начать помаленьку-то. С кого-то начать. Глядя на вас и другие, может быть, будут. Как, Владыка, вы смотрите? Ну, назови его ваше предосвященство. Там, Владыка, Владыченька, там, поцелуй руку, ногу ему. Что ему требуется-то? Целовать-то еще. Ну, где-то конкретно. Они убивают нас. В советское время нас бы арестовали всех. И милиция кружится, ничего не может сделать. Ну, что они сделали не так? Да ничего не сделали. И они в милиции... А он за ним пошел, поп, а милиционер бежит. Он говорит, ну, что дальше-то делать? А ничего нельзя... Нас взять нельзя. Мы документы представили. Вот все наши люди здесь. Они мешают везде. А вот у нас есть там один приход, там где-то там 15 домов. А вы поезжайте туда, мы вас благословим. А ты мне не назначай, куда ехать. И когда готовите проповедь, вы скажите, о чем будете говорить. К вам пошли, твой муж говорит. А о чем будет? Ко мне под язык не надо залазить. Ты со мной вместе на коленях перед Богом. Стой! И выпрашивай у Бога, о чем сказать. Я нашел, о чем сказать. Вот, я нашел. Преступление, наказание. Заранее приготовил табличку. Еще. Очень важный момент. Слово помазание. Где встречается? Что здесь написано? 126 раз встречается в Библии. Запишите. Кого помазать? Какие места? Это деяние 1423. Это деяние. А у вас здесь-то? Сирахов? Нет? Нет, на коринфянам походу. Коринфянам? Ну, короче, вы можете сами найти. Слово помазание встречается столько-то раз. А рукоположение только два раза. Это деяние 1423. И еще один к... 1-6. Первый коринфянам 1-6. Это, знаешь, какой? Исход. Книги Исход. Кажется, 39-я глава. Так, а вот, ну-ка, заряди вот сюда, вот эту книгу, вот эту вот, вот эту вот. Сейчас, минуточку еще подождите, потому что это очень важно. Быстренько напечатает слова. Свят вел. Свят, а де на пропуск велик. Так, есть или нет? Найти? Нету? А вот если выбрать все? Надо вот на все выбрать. У-у-у, Исход. А вот написано. Исход 29-37. Считай слух. Все дни очищай жертвенник и освети его. И будешь жертвенник святын... Святыня великая. Все прикасаешься к жертвеннику осветиться. Слышали? Жертвенник. Какой он ставил 12 камней? И вот эти кадильницы, которые выброшены были, обожженные все они были, вот. И их надо было раскатать и жертвенник обковать. А для чего? Чтобы все священники помнили. Если кто-то нерукоположенный будет приближаться, он будет также сожжен, будет в аду. Кадильницы, для напоминания. Кадильницы 250 кадильниц. Ну, они же круглые, как сосуды. Их разогнули. Ну, их как шиферинками маленькими покрыли, как череписа на крыше. И каждый раз, которые служили, они должны были помнить. А все ветхозаветнее, это тень. Где? Колоссином 2.17. Запишите. Тень. Тень. Колоссином 2.17. Сейчас он закончил. Евреям 10.4. Тень будущих благ. А тело во Христе. Даже открывать не будем. А тело во Христе. Так вот, все ветхозаветнее, оно было тенью. Оно на что-то указывало. Жертвенник на что указывал? Вот я разговариваю с людьми неправославными. Да и православные не знают ничего. В ветхом завете был жертвенник. Его освящали 7 дней. И кто к нему прикоснется к жертвеннику, сделается святым. Святыня. Великая. Освящается. Так а разве может быть такое написано? Сейчас мы прочитали. А почему? Потому что на нем жертва была ягненка. Который приносился в жертву Богу. А ягненок на кого указывал? Агнец. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Яна 1.29. Христос. Христа положили на что? На крест. Ягненка на что положили? На жертвенник. Если жертвенник, камни, святыня великое, то какая святыня? Крест Христов, который не кровью ягненка, а кровью Христа пропитан. Что тут доказывать-то? А сектанты, кресты, сними с себя крест, сними с себя крест. Они как демоны боятся креста. А сегодня стали рисовать красный крест на могиле, красный крест на машине, красный крест на храмах у себя на этих, на молитвенных домах. Везде стали ставить, везде. Барнаули поставили крест. А до этого даже слышать не хотели. Это жертвенник, это святыня великое. Это нам образец. А кто жертвенник поругался над ним, тот будет предан смерти. Вот и все. Это нам образец до сегодняшнего дня. Так. Слово жертвенник встречается 408 раз. 408 раз Бог нам напоминает о кресте Христовом, что его надо иметь. Исход 29.37 мы прочитаем. Числа 16.38. Левит 7.20. Левит 7.20. А ну-ка открой. Послушайте. Если же какая душа, имея в себе им чистоту, будет есть мясо, мирные жертвы Господней, то истребится душа, та из народа своего. А это к православным относятся. Если недостойный, неочищенный, идет к причастию. Истребится. Поэтому народ весь умирает. И об этом написано сегодня неоднократно даже в Священном Писании. Кто недостойно причащается, 1 Коринфянам 11.27.29. Запишем. 1 Коринфянам 11.27.29. Многие больные немало умирают. Недостойно причащаются. Сегодня к причастию всех гонят. Они не думали избавляться от греха. Ветхий Завет указывал на новый. На новый. Евреям 10.26.29. Это касается православных, в первую очередь. Вот кто мы такие. Евреям 10.26.29. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим... Это мы. Сектанты не получили познание истины. А мы получили. У нас толкование святых отцов. А произвольно грешим. Хуже свиней живем. И что с нами? То не останется больше жертвы за грех. То не остается больше жертвы за грех. Ее нету. Они отвергли. Вышли наши люди, которые были ушли. Не принимать жертвы за грех. Никакого уже нет для них. На некое страшное ожидание суда и ярости огня. Готового пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милостердия называется смертью... Наказывается. Наказывается смертью. То сколь те к чащему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь с завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Это касается тех и других. Это святое причастие. Это святая вера во Христа, голгофского страдальца. И не почитает за святыню. Это касается абсолютно всех мусульман. И остается некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Они не верят, что он был на Голгофе. А которые верят православные. Они верят просто крестик на шее. Все уголовники, мафии, все с крестами. Так вот. Деяние 751. То есть мы слышим грозное предупреждение от обратного образец, как не делать. Перед тем, как принять причастие, ты освободись от всего, что у тебя есть. Это есть такой тивурти, там, это житие святых святого Севастьяна. И он, отрекаешься ли, дел божиих, а раздевались до гола. Все тьмы сатанинской. Он остановился и стал искуперевывать. Говорит, подожди, я тебя еще не погрузил. А зачем погружать-то? Я не отвергся. Пошел, наделся. А ты что меня раньше-то не спросил? Да хоть и куда? Дела привести в порядок. У меня две наложницы. Мне надо раскаяться и их замуж выдать. У меня еще есть и долги какие-то. Прошло два месяца, приходят, говорят, ну теперь я от всего освободился. Теперь готов, буду крещение принимать. Вот как надо. Ты сначала научи человека от всего отверстие. Ты рождаешься новой, рождение свыше. А то обиды непрерывные, пыхтят, что-то дуются, сидят. Там ничего нет, кроме демонской клааки. Они день и ночь умирают в этом. А вы рядом находитесь, молитесь. Потому что эти люди, они света Божия не видят. Они во тьме запечатанной сидят. Ты молись о нем. Молись, как будто это твоя душа там находится. Страдай и плачь. Так, Деялья 7,51. Жестаковые ныне, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Это не о нас говорится. Противитесь Духу Святому. Чтобы не начал говорить, обязательно какая-то причина. Ты вот маленько себе позволь, а завтра еще это уже легко. Вот один раз в субботу не сходи с вечером, в другой раз уже ничего, а третий раз вообще не пойду. А сейчас и дети не ходят. И они забыли про это. Но день-то приближается, расплаты за все это. Ты что думаешь? Сегодня маленько позволил выпить, завтра побольше. Маленько отсиделся, спрятался. Раба Божия. Ефесянам 4,30. 4,30. И не оскорбляйтесь. Да, отсюда. Вот отсюда начните. 28 стих. Кто крал вперед, не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающим. Надо так работать, чтобы десятину платил, и было из чего уделять. А не просто для себя только. Потом. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. А если только гнилое слово идет у него, гнилое, то есть оно жизни никакой не дает. От этого отойди. Никогда никакого гнилого слова, чтобы не было. Никогда. Вот у нас отец, он невоздержанный был словами, там такими матерками мог говорить, а у нас ни один не матерился, мы даже о того не знали. А мне привезли ребенка, отец глухонемой, ни одного слова не говорит. А ребенок дошкольного возраста матерится и все. Вот как удивительно все. Еще. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Не оскорбляйте. А в чем оно выражается? Всякое раздражение и ярость. Всякое раздражение и ярость. Пока по-хорошему, значит, я тебя буду по-хорошему. А со мной плохо, и я с тобой так же. Это не годится. Любите врагов, любите гонящих вас. Мы это поем. И гнев, и крик, и злоречия со всякой злобой будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Какие образы? Не трогай. Вот это гнилье. Не принимай, а второе делай, принимай. Вот второе, о чем я хотел сказать сегодня, это образцы для нас. Еще немного, чуть-чуть. Евреям 12.25 Заканчиваем. Тема очень большая. Евреям 12.25 Смотрите, не отродитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отродимся от глаголящего с небес. С небес Дух Святой, через проповедников, через миссионеров, через защитителей нам свидетельствует. И это говорит, не отродитесь, и что за этим будет? 10.25 Ну ладно, это 12.25 сейчас считали? Да. Так, Исайя 28.3 Пророка Исайя. Как легко листать. 28.3 Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. То есть, даже малое больше это выпивать, это ногами все будет попираться. И ты должен это видеть. Так это так попирается, да, попирается. Это отсюда сделает. Начал помаленько выпирать, маленько брашки, маленько что-то. Все это уйдет. И ты будешь в посрамлении. Тебя никто не будет слушать. И ты будешь такую беду терпеть. И скажешь, почему я не слушал, когда мне давали наставление. Это от обратного. И плач Еремия 1.15 Плач Еремия Всех сильных мой Господь не изложил среди меня. Созвал против меня собрание, чтобы истребить динуши моих, как вточили и стоптал Господь Деву, дочь Иуды. Так, повторю, еще раз прослушал. Всех сильных моих Господь не изложил среди меня. Созвал против меня собрание, чтобы истребить юноши моих. Понятно. Вот что ожидает молодежь, если не будут служить Богу. Это для нас образцы. Это было с Израилем буквально. Улицы были завалены мертвецами. Хоронить было некому. А сегодня хвалятся. Там много, там мало. У Бога все это в один день. И много, и мало в одну кучу соберет. Сейчас призыв. Объявят призыв. Заберут и поколотят наших юношей. А можно, чтобы не умирать-то? Можно. Альтернативная служба, но надо делать до ранее. Сегодня. Если ты еще военно обязанный, напиши в военкомат. Я по религиозным убеждениям. Покажи. Справку приложи. Ты не на отлучение. Печать. И все. Тебя не возьмут. Ты будешь где-то окопы рыть. Но снаряды не подносить. Оружие не подвозить. Будут спасать раненых. А скажут, это заминированное поле, там раненые. Поползу, буду спасать. Пусть я погибну. Положить душу за ближних своих. Я взял некоторые образцы, которые известны. Такой фильм был. Раскол. А что можно сказать хорошего про Никона? Он там зверь. У Никона много хорошего было. Хорошего. Это надо увидеть. Я это выскажу старообрядцам. А этим говорю. А почему вы этот фильм-то не принимаете? А там в вакуум, он такой самодур, там мертвого облить, дегтем-то показал. Правильно. Это не годится. А сколько у него доброго было? Какой он ревностный. Как он Богу молился. Как он псалтырь знал. Надо везде уметь найти доброе. И с этого взять образец. А где, если привело к погибели, показать? Не делайте так, чтобы там этого не было. У меня все. По теме вопросы. Сегодня я хотел показать маленькую газетку вам. Посмотрите. Вот эта газета называется «Время и деньги». Ее снабжал и выпускал Эллен Банк. И они организовали поход на Эверест. Круппа составленная. Вот она. Это у нас умерла Валя Конева. Это ее зять Николай Шевченко. На Эверест. Самая высокая вершина. Но что самое-то еще важное. На обратной стороне не потеряется ли потеряевка. Про потеряевку. И вот они пошли. Вот они дают интервью. Вот он Николай тут стоит. Вот они собираются идти. И с чем это закончилось? Группа поднимается туда. Остался живой один, который заболел и не поднялся. Плотников. Он дома. Все остальные погибли. Их оттуда не снимают. Там на вершине они и лежат. По сегодняшний день. Вот у меня веревки, которые я давал другим, это от него я купил. Он тренер этих альпинистов. Очень хороший тренер был. Но воздуха там не хватает. И началась пурга. И пошли не в ту сторону. Их там нашли. Скорчужины и прочее. Эллинбанк был закрыт, лопнул. Газета была закрыта. Но не с этим связана была. И ничего нигде нету. Экспедиция погибла. А потеряю помаленьку, потихоньку. Барабается. До вершины-то еще, правда, далеко. Но движется. Кому дать газету на память? Кто хочет иметь? Я говорю, чтобы не потерять ее. На, передайте. Не они летят. Так. Вопросы по теме. Если нету, поблагодарим Бога. Наши братья сейчас на благовестии. Катникова. Еще съездят в Буканку. И на этом мы заканчиваем в этом году. Достойно. Становися, Бога и Сену, Блажить Тетя Богородицу, Крисно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога души, Честнейшую Херубим, Бесславнейшую, без сомнения, Серафим, Незаследния Богослово рушу, Сущую Богородицу перевечаю. Сейчас перед моей молитвой я небольшую вставку сделаю. Я упустил про одного человека, о котором тоже святые отцы почти не упоминают, Оза. Два человека были Давидом поставлены перевозить ковчег Божий. Они за него отвечают головой. И когда везли на холме, наклонилась арба, бухи везут. И он решил ее поддержать. И Бог сразу убил его. Спрашивается, за что? Он убит был бы, если опрокинулся, а то он ее поддержал, он не упал, повезли дальше. И Бог сразу его убил. И Давид перепугался и остановил, и говорит, дальше не везите. Такой ковчег, который убивает, мне не надо, я боюсь. И он, где остановили, его завезли там к одному на гумно, а там у него теперь пошло. Гумно вроде немного, переполнено зерном, все везде у него поднимается, все пухнет. Давид увидал, тогда к себе потащил. За что его убил? А это были образы для нас. Это означает, дело Божье, человеческой рукой не выправляется. А сектанты именно этими занялись. Оно не так, у них, давайте, церковь пала, а мы решили ее реформировать. Вот такая реформаторско-обновленческая церковь, то есть Сергей Журавлев, архиепископ, то есть клоуна, клоунада, человеческими силами не выправляется. Церковь не падает. Почему врата она не одолеет ее? 16-18, Евангелие от Матфея. А как? Духом Святым. Это Хозяин, Бог, и мы Ему приносим дары свои и просим, Господи, у нас в церкви такой непорядок, наведи. Мы не можем убрать священник, у нас священник не такой. И мы стали бы молиться и просить Бога, как? Только епископ. А сектанты говорят, нет, по боку, а мы стали молиться, а он стал такой. Он не такой, как надо. А Бог дает ревность. Человеческими силами не делается, не похравляется. Оно наклонилось, да, наклонилось. И мы должны сказать, православие неблагополучие, духовное разваленное. Но надо работать и молиться. С заменой священника ничего еще не изменится. А священник-то откуда из народа? А епископ откуда из народа? Какой народ, такое руководство? Господи, ты дивный лилит, слава тебе. Благодарим тебя за этот воскресный день, что позволил нам углубиться в слова священного Писания. Помоги нам избрать нужное, полезное, подражать ему от ненужного, отвращаться. Братья наших на благовестие, сохрани, даруй им безопасность, рта людей расположи к ним. И пошли добрых жителей вселения наше, расширь пределы наших общин, дай еще нам священника и место для занятий. Установи мир в Украине, как тебе угодно. Хвала тебе, отец сын и святой дух. Аминь. Аминь.